Я же не зря сказал, что было много и подстав. Дело в том, что был очень красивый уход, первый уход с дебатов. Был ничего уход, когда вернулся, продемонстрировал, ведь что он продемонстрировал? Не что я такой галантный цветы дарю, он продемонстрировал, что мы с женщинами не воюем. Это было красиво и правильно. Когда он вернулся, вручил букет цветов, единственное, женщине кандидата и ушел. Это было нормально и красиво. А вот последний его уход, это была, с моей точки зрения, точно срежиссированная, причем срежиссированная явно и людьми из нашего лагеря, которые с ним работали, подстава. Он ни в коем случае не должен был уходить с дебатов на Россию один, когда туда пришла вот эта женщина, которая обвиняет его в чем-то. Более того, вместо себя он поставил человека, откуда-то вжавшегося, как раэль, в кустах, абсолютно неподготовленного, по сути, содержательного вопроса. Мне представляется, что на этом он на самом деле потерял значительное количество голосов, потому что его смогли представить, как человека, уходящего от дискуссии по острым вопросам. И выступление на уровне, а она не имеет права, вот моя бумага, где ее бумага? Это что, мы такие бюрократы? Мы же не бюрократы. Какая раэль, что там с бумагой? С бумагой это в суд. А тут люди, значит, надо понимать. Еще раз, у меня претензия не к нему, претензия. Человек принимает решение в условиях цейтнота, для того и работает огромный штаб, чтобы не допускать таких провалов, чтобы не допускать ситуации, когда кандидату к президенту могут поставить вину, что он по бюрократическим, казуистическим причинам, а представим себе, что она была бы заявлена доверенным лицом изначально, и что? А представим себе, что она была бы выдвинута кандидатом еще одним-девятым, и что? То есть казуистика здесь не работает, тем более для русского народа, для которого справедливость важнее, чем формальная законность. То есть здесь, вот с моей точки зрения, его действительно спланировано, а все описано уже, как это происходило, его очень спланированно, похоже, согласованно с людьми из нашего лагеря подставили. И вместо того, чтобы прямо смотреть в глаза женщины, которая его обвиняет каждые 3-5 лет, где бы он не баллотировался, ясно объясняет людям, что за 2 минуты ответить невозможно, для того и есть суды, которые это все рассматривали часами и уже вынесли свои решения, вот они. И вместо того, чтобы прямо, глядя в глаза и камере этой женщине, предъявить, если надо, необходимые документы и так далее, просто сослаться на решение судов, к сожалению, получилось, что как будто бы убежал. И, к сожалению, это не единственные случаи вот этих самых подстав, почему я и считаю, что нам, с одной стороны, жизненно важно сохранить эту коалицию, на политическом поле не действительно ничего, кроме олигархического режима и как альтернативы блока левых и национальных третьих сил, ничего больше не осталось. Все остальное в сумме набрало меньше, чем один наш единый кандидат. Но, с другой стороны, жизненно важно провести этот разбор полетов и разобраться с саботажем в наших рядах, потому что не разобравшие с этим получают, что мы с этим согласны, что мы все вместе сливали кампанию. А люди обоснованы, ну вот с места люди пишут, но как же, они же видят, что кампания буквально сливалась, кандидата буквально подставляли. Если за это никто не будет нести никакую ответственность, значит, у этого единственная альтернатива нынешней власти, которая сейчас есть на политической площадке, не будет перспективы. Перспектива будет только в том случае, если мы публично разберем эти полеты и разберемся с теми, кто творил буквально саботаж. Это нужно делать вместе с КПРФ, потому что у нас был формальный единый штаб и все ключевые претензии к штабу.